Девушки отдыхают Гораздо интересней Так, что ж Мне очень понравилось то, что они добавили вот такую вот функцию, как огромные герои И трансформацию То есть, был такой Как его у нас там зовут по фильму-то А я сейчас даже не вспомню, кто вспомнит, пишите, пожалуйста, в комментариях То есть, у нас будет трансформация Перернул рост в большие То есть, фигурки это новое дополнение, как бы, у Лего Раньше, как мы помним, были маленькие и обычные Сейчас это, как новость, стали большие Да, довольно неплохо Игра немножко напоминает по механике Лего Бэтмен DC Comics Так как полёт Супермена Там был и других героев Но здесь мне понравилось то, что При нажатии вниз Он не перестаёт летать, а плавно опускается Чего не было в DC Так, ну что ж, ну давайте немножечко поиграем Ну что ж, ну что ж, ну что ж Так, нам нужен Халк Халк, где ты? Вот наш Халк Ах, да, и ещё новая особенность То, что мне понравилось Обычно в Лего, когда мы занимались каким-нибудь делом Допустим, сидели в каком-нибудь объекте Или поворачивали что-то Вот эти вот враги Они нам очень сильно мешали Что меня, если честно, раздражало И наш второй герой, он абсолютно ничего не делал Здесь это исправили Теперь, когда Мы занимаемся каким-либо делом Ну вот, наш герой нам помогает Он их может теперь убивать Это, мне кажется, довольно интересное дополнение Давно об этом вот Говорили Но вполне неплохо сделано Ну, игрушечка так Не потеряла своих перспектив На мой взгляд, даже стала интересней Обычно в игре есть такая тенденция Что каждая последующая часть Она хуже Но не для Лего Так же вот сейчас, буквально недавно вышла GTA На мой взгляд, она Ну, если не повторяется на Андреас То Ну, графика, конечно, я понимаю Все в этом духе Лично по мне, конечно, милее на Андреас Но и от пятой я не откажусь Играл в четвертую Честно говоря, мне понравилось не очень Так, вот наши катсцены Они сделали довольно такую неплохую графику Гораздо хорошо поработали Наложили вот такие вот красивые эффекты на тени Они выглядят Ну, такими фиолетовенькими Игрушка мне, ну, честно говоря, скорее нравится Отдельное спасибо хочу сказать тем, кто Искал, сочинял музыку для игры Потому что все-таки это великолепная музыка Звучит вполне прекрасно В тему Не однообразная То есть Очень интересно Ну что ж, давайте мы с вами посмотрим Про Человека-паука Проил механику И я думаю, будем на этом заканчивать Итак Сейчас мы покажем, как За Человека-паука Мне довольно нравится, как они проработали полет на паутине Довольно интересно Еще есть один моментик у него Так как Паучьи способности Как там оно, по-моему, Чутье у нас называлось Так Так, и Вот То есть Клеится паутиной к стенам Довольно интересный персонаж Ну, кто любит героев Марвел Сами разработчики обещают, что в игре будет более 100 персонажей У каждого У каждого Почти у каждого будут свои оригинальные способности Также в игру добавили Такую возможность Как Перевращаться каждому в что-то наподобие Халка Ну, конечно же, во фриплее Ну, по мне игра вышла вполне неплохая Ну, потому Почему можно пока говорить Официальный релиз игры в России и в Европе Будет 20 ноября Что ж Друзья, с вами был Энакин 007-2 До скорого Друзья, с вами был Энакин 007-1 Продолжение следует...